Всем привет! Обзор такой опять неподготовленный совершенно. Иногда я прокручиваю несколько дней в голове. Бывает месяц, бывает лето. А сейчас просто так вот спонтанно я с Андреем Репницыным переписывался и по поводу прошедшего турнира. Чем обычно заканчиваются турниры? Вообще о чем я хотел поговорить? Это о мотивации организаторов этих турниров. Мне все время интересно, что движет людьми. Но я сейчас к этому вернусь немножко. Сначала, чем заканчиваются обычно эти турниры? Это сейчас вот я прочитаю одно. Их очень много писем всегда приходит, но это это такое самое лояльное. День добрый, Андрей. Вчера был на Тигре. Сегодня уже дома в Питере. Вдруг вам интересно отзывы и пожелания? Хочу ими поделиться. Это Евгений пишет. Я давно собирался. На девятом Тигр готовился, но не получилось. На десятом заболел, поэтому приехал на одиннадцатый. Плюсы помещения действительно впечатляют. Скорость регистрации, взвешивая несколько кафешек. Минусы сэкономили на футболках. Остались сорок восьмого размера. Реально выглядят там мелким шакалием. На регистрации девочек можно было уговорить по поводу лишнего веса. Сослаться на штаны-трусы. Такой команде, короче, этого никогда не видел. Никогда такого бардака никогда не видел ни в какой федерации. Очень быстрый прогон спортсменов. Такое ощущение, что все хотят быстро стреляться и побежать домой отдыхать. Оно так и есть. Спортсмены так и хотят. Быстро отстреляться, схватить свои медали. Подходит часто очень, говорят, пожалуйста, вот нам надо, мы не хотим ждать очень долго. Не хотят награждения на чемпионате мира. Люди не хотят выйти на помост и получить свою медаль, на пьедестал залезть, которую они получили, которую они заслужили, которую они готовились. Схватить и убежать. Прогон три тысячи спортсменов. Конечно, прогон. Так, награждение выглядело убого. Даже результаты не объявляли. Стояли по пару лавочек. Люди стояли спиной друг другу. Смотрели. Рядом построены нормальные трибуны, сцены для бодика, для кроссфита, для армрестлинга, пауэрлифтинг. Был явно чужим на этом празднике жизни. Разминочная зона хоть была большая и достаточно... Как он может быть чужим, если он занимал большую часть вообще всего павильона, где проходили силовые. Не было понятия. Я так кусками просто. Не знаю, как остальные помостов. На пятом не было магнезии. На пятом не было магнезии. Человек вот высказывает свое недовольство. И когда я сказал даме об этом, что сидел рядом с мужиком, с микрофоном, она убежала куда-то, но не вернулась ни с чем. То есть, ну, кто-то подорвался, кто-то реально рванул. Ну, блин, не принесли ему магнезию. Андрей, брать не самые деньги Майлай со спортсмены и не купить кирпичик магнезии. Делайте выводы. Вывод для себя я сделал. Босси своих желаний не могут исполниться. Но даже в этой самой Евпатории ИНА проводил неплохие соревнования, где спортсмены не чувствовали себя какими-то ущемленными. Это был их праздник спорта. Здесь скорее ярмарка, где народ просто зарабатывал денег. Вы в своих видео часто тонко проезжаетесь по ВПЦ, а в этом давно не выступали. Но подумайте, не становится ли НАП тем же. Вот я написал это Андрею. Андрей, это я прошу прощения, просто я для примера сейчас вам прочитаю. Так, Андрей отвечает. Это я все пересылаю всегда Репницыну. Все косяки, все годы. Всегда. Хотя я заступаюсь, долблю там. Но я все отправляю. Так, Андрей, трибун, которые стоят у кроссфита стоит 100 тысяч. Вся сцена с экраном обошлась в 300 тысяч. Это он про то, что, видимо, что-то награждать нам, не считая монтажа. С такими ценами много ни того, ни другого не сделаешь. По оборудованию старыми были только два монолифта и три лавки. Монолифты хотел перекрасить, не успел. Всему остальному максимум два года от роду. Реально так и было. Все лавки были новые. Но при этом, значит, недовольство все равно в высках. Про магнезию. Ее полно. Бывает, заканчивается. Пополняем. Сейчас пришлось отдельно человека брать. Отдельно человека брать. Который контролировал магнезию на шатырь, заявочные карточки, ручки и работу ноутов телевизоров. Поговорю с ним. Возможно, как раз в этот момент он отошел пообедать. Про блины вообще не понял. Там либо обрезиненные были, на которых вес на резине отлит. И стереть не может физически. Либо новые касатовские блины со свежей маркировкой. Самая старая маркировка была у блинов Олейка. Но там их всего было два комплекта. Да и не те стерты в ноль. Все равно видно. Плюс по цвету они отличаются. Может быть, были старые железные блины. Хотя навряд ли при завозе я давал указания таких не брать. Ну а с проходным двором при таком количестве народу и помостов ничего не поделаешь. Это Андрей тут, конечно, не указывает. С футболками вообще непонятно. В этом году остались только маленькие. В прошлом остались исключительно размеры L. В прошлом году оставались XXXL. Хотя все года заказывали одну и ту же. Видимо, народ в среднем своей массе становится все тяжелее. В общем, я к чему это все объяснил. Это человек, как бы я задаю вопросы, он старается. Все-таки старается устранять. Но речь не об этом. Вот вы понимаете, я недавно, у меня сломался хаммер. Второй мой хаммер в Москве. Заклинил двигатель, когда я в Суздале возвращался с чемпионата. И двигатель просто, ну, катастрофическая. Как бы вот смысла не было его ремонтировать. И еще там раздатка что-то там стала фигончить. И я взял и плюнул, и пустил его на запчасти. Прямо там. Прямо там в сервисе, куда загнал, в Москве, где бросил. Созвонился. Говорю, выставите нахрен. У меня сын выставил на продажу на Авито и продал его. Вот прибежал человек там буквально через два часа покупать. Он говорит, я посмотрел, все правильно, все нормально, все меня устраивает. Вот я, говорит, здесь дверь открывал переднюю, и там лампочка не горит, освещение. Вот когда дверь открываешь, а там лампочка не горит. Человек покупает без двигателя машину, со стуканутым двигателем. Покупает хаммер. На запчасти я его продаю, по цене запчастей я его продаю. Очень низко. У него лампочка не горит. А здесь человек приезжает на чемпионат мира и говорит, магнезии на пятом помосте не было. Я попросил девочку, она убежала и не принесла. Вы делайте выводы, вы превращаетесь в ВПЦ. И я никоим образом сейчас никого-то защищаю, не заступаюсь. Я хочу понять, что мотивирует людей, когда они проводят соревнования. Я провожу их точно так же. Я много-много лет спонсором был. В ВПЦ я прям все турниры с 6-го пока не ушел. С 10-го все кубки России, чемпионаты. И по GPC, кстати, тоже в Курске. И Евразии. И чемпионаты миров. Я в Тольятти, в том числе, я был официальным спонсором в 2007 году первого чемпионата мира. И я главным, почти там, я так всех уговаривал, там, в 2006-м Лэк Джорджио, когда Рогожникова уговаривали, давайте проведем чемпионат мира. Ну, там надо было ВПО проводить, и надо было деньги. Я говорю, мы найдем. Мы найдем эту сумму, давай проведем. Ну, я горел этим спортом. Я хотел, и я спонсировал. И параллельно, начиная где-то с 99-го, с 2000-го года, я каждый год, или иногда даже два года бывало, раз в два года, в Магнитогорске проводил этот турнир. Лет 10, наверное, бесплатно проводил. Потом начал проводить по 300 рублей. Потом начал по 500, по 700 стал проводить. У меня в два раза участников сразу меньше стало. И вот сейчас я впервые провожу мастерский турнир, мне прямо уговорили, 11 ноября я уже говорил, Кубок Урала. Это с присвоением званий, с ДК, со всем. То, что я избегал всегда. Почему? Потому что, как вице-президент, я пользовался своим служебным положением и никогда не брал стартовых, годовых взносов со своих спортсменов. Годовой взнос там, по-моему, рублей 700-750 я в Магнитогорске не брал ни с кого. Поэтому я никогда не обращался к Андрею за помощью. Я проводил сам, на собственные деньги всегда. Но бесплатно в этом плане. Собирали только на медали. И то, эти деньги, которые мы собирали, мы потом тратили на банкет. Традиционный у меня дома. Мы проводили или в кафешке какой-нибудь. Вот. Опять чуть-чуть сбился с мысли. Вот я проводил много-много-много лет эти турниры. Какая у меня была мотивация. Я все равно никогда слов благодарности не слышал. В жизни. Никогда. Я не помню, чтобы там вот хотя бы 5 там писем, 10 писем пришло. В личку хотя бы. Написали. Блин, так спасибо за праздник. Все получали эти спонсорские, эти спортивное питание, там какие-то подарки постоянно получали. Медали эксклюзивные мы заказываем. Деньги я, а вот что я сбился. Деньги я как бы эти брал символические на медали. Потому что медали довольно-таки дорогое удовольствие. И чисто вот не хватает денег. И еще и когда остается, бывает, вот у меня как-то пару лет назад был турнир. Я купил что-то медалей, наверное, 200, а пришло участников 100. И там, и у меня 100 медалей осталось просто. Их никуда не деть. Это декабрь, и там написано 15-й год, по-моему. Их вообще никуда не делать. Я в тюрьме провел турнир, там раздавал медали. Потом детям, школьникам провел соревнования, там раздавал медали. Бесплатно. Каждая медаль была, по-моему, рублей 250 стоила. Здесь мы монетогорские заказывали. И вот сейчас мы проводим турнир. И опять. И мы едем с Екатеринбурга. И не можем... И не можем понять... Сейчас я отключу эту хренотеньку. Обсуждаем этот предстоящий турнир 11 ноября. Мы не можем понять, зачем нам это надо. Мне это не надо. Мне по возрасту уже не надо это. Вот я могу понять, какие-то молодежь, она из тщеславных каких-то соображений, она проводит эти турниры, ну, как-то, чтобы приподняться там в лифтерском этом сообществе как-то, чтобы, может, узнаваемым был, чтобы известным. Ну, чтобы как-то немножко говорить, это понятно, это нормально, вот это организаторы. Потом, зачем, вот мне зачем это сейчас. Вот мы едем и думаем, а давай не будем проводить, это кроме нас с тобой никому больше не надо. Это мы с Зайцевой разговаривали. Она у нас является председателем городской федерации. Ну, все равно, я, это уже, по-моему, третий, наверное, председатель, которого я ставлю в городе, у нас и Ваня регулярный был, и Саша Сычев был. И вот сейчас Катя Зайцева, они не справляются. Они все равно идут ко мне. И все равно мы вместе должны или я один должен решать все вопросы. По всем абсолютно, вот, каким-то моментам, по аренде, по помещениям, там, я не знаю, по оборудованию своим, вот это оборудование, по машинам, которые будут возить это, по ассистентам, по... Ну, хотя команда у нас есть. У нас есть спикер, у нас есть человек, который ведет все это протоколы, Андрей Фадеев, Саша Сычев, все, это команда. Но все равно они сами ничего не решают. Сваливается все на меня. Я все время думаю, зачем мне это надо, ну, для чего? И я вот в этот раз говорю, давайте отменим, нахрен, мы еще не тратили ничего, мы ничего не сделали, кроме плакатов и грамот в компьютерном варианте. Давайте не будем ничего делать. Да нет, ты что, да, начинают... Ну, у нас вот есть, правда, еще генератор, Никита Карамалак, молодой парень, в университете он еще учится, видимо, его еще прет. Его еще прет, меня уже не прет. И я не могу понять, зачем. Я вот читаю, и я не понимаю, зачем мне это надо, чтобы потом вот так вот кто-то написал. Да там говно, ничего там хорошего не было в этом турнире. Медали плохие, там этот помост из-за одежки, магнезии ему не принесли, лампочка в двери, понимаете, не горит. Это вот я вам аналогию провожу. Буфет не тот там. Или дорогой буфет, или вообще его нет там, с питанием плохо. Это один сплошной негатив, это один сплошной стресс. Денег это не приносит совсем, никогда, я только трачу. Максимум, если мы что-то собираем, мы все это потом, грубо говоря, проедаем и пропиваем. Всей толпой, всей командой и всеми гостями приезжими. В этот раз я не думаю, что я всех сумею там накормить, напоить, наверное, будут одни приезжие. Но вообще вот обычно именно так. Коля Пушминцев у меня приезжает только из-за этого. Я его в 6 утра потом поганой метлой доню из дома, я его не могу выгнать в 6 утра потом. Из дома говорю, Коля, иди отсюда по-хорошему уже. Поэтому вот, хотя я с удовольствием всегда рад его видеть. Вот. Может, Мишу заманим Кокляева в этот раз. Он собирается с 8 по 10 как раз реальную качалку снимать, вроде здесь приезжать. Но все-таки, опять возвращаясь, что движет людьми? Ну вот для чего это все? Вот вы понимаете, еще... Я устал, конечно, объяснять всем, ребята, вы не представляете, какой уровень за границей. Вот это небо и земля. С Золотым Тигром вообще сравнивать вообще ничего уже нельзя. Совсем. Арнольд Классик, Мистер Олимпия. Большего бардака представить нельзя. Ну какие-то небольшие, хорошие чемпионаты мира проводил ВПЦ. Хорошие проводили. Ну я выступал там и в Финляндии, и в Германии, и в Англии, и в Америке. И черти не помню даже, где там, все не упомнишь уже, там, и в Канаде, и в Израиле выступал. Вы понимаете, допустим, хороший турнир Флорида, Майами Бич, Майами Палм Бич, 2008 год, чемпионат мира. Это отель. Просто в отеле стулья понаставили, и вот они здесь выступают, они здесь валяются, они здесь сидят, они тут разминаются. Обычный отель. В Финляндии пошли еще дальше. Если в 10-м мир они проводили в отеле, то тоже, то в 11-м, нет, в 10-м они на сцене проводили. В 9-м чемпионат мира проводился на парковке отеля. Вы такое можете себе представить? На парковке отеля выгнали все машины, закатали транспортерной лентой, все застлали и проводили там. Там так сыровато все было, темно, прохладненько, так вообще неуютно. Это Мина у нас, представитель ПВПЦ, который проводит огромные турниры, которые металл у нас шьет. И нормально все, и хавают все. И вообще в основном, в 90% случаев турниров в Европе проводятся... Ой, господи, а Америки я где участвовал? Я в спортзале церковной школы какой-то в Родчестеле выступал, в Америке. В спортзале в Йорке в Пенсильвании выступал. Это чемпионат мира был по ИПА, это там, где просто тренажерный зал и вот так же большой какой-то зальчик там все это выставили. И такого Бартака, как за границей, как в Америке, вообще представить себе невозможно. Где и фунты, и килограммы, и где не вывешивают списки. Здесь вывешиваются списки, здесь электронные ставят табло. Ты в Америке, ты выступаешь, вот особенно на Арнольд Классик, на Мистер Олимпиад, ты не знаешь своих соперников. Ты не знаешь, кто в твоей категории. Ты знаешь, что там, ну, которые предварительно списки, но потом они, как правило, не сходятся, эти списки. Потом кто-то не приходит, кто-то уходит в другую весовую категорию. Ты не знаешь, с кем ты выступаешь, с кем ты соперничаешь, ты не в курсе вообще. Кто, какие веса там, вот к этому, я помню, Арнольд Классик с этим Джином Рычлаком мы столько конфликтовали, столько воевали. Джин, ну с ним невозможно конфликтовать. Это же броня просто. Джин, вывеси списки. Кто у нас участвует, кто в моей весовой категории? Надо, да? Ладно, сейчас напишем, пошел, бумажки написал, что-то прилепил. И то, фамилии написал, весовые забыл, и кто сколько начинает, тоже не написал. Ну вот, вот, вот эта ерунда, я этой ерундой больше 10 лет уже сталкиваюсь с этим бардаком. Это, это страшный бардак. Поэтому, ребята, вы не знаете, на что жалуетесь. В крайнем случае, сходите в IPF. Вот у нас что-то приходили, приносили, какой-то ФПР соревнования городские проводятся. Вот, там будет 30-40 участников в каком-нибудь там спортзальчике. Кто бы там еще пожаловался вообще? Там будут копеечные вот эти медали с магазина там по 20 рублей, которые стоят. Грамоты стандартные, вот эта грамота. Ничего там, вообще ничего нет. Ну нормально, выступают люди, не избалованные. А вы, у меня такое впечатление, что где-то все всю жизнь участвовали в Олимпийских играх. И вы потом приезжаете и начинаете поливать. Да, это то, да, это то, как мне пишут в Фейсбуке буквально. Я выставляю фотографию с сыном, вот с такой медалью, которая больше его. Она вот так вот отвешивает ему шею. Он пишет, вы как вице-президент НАП, вам не стыдно, что за выступление, собирая такие деньги, вы раздаете пластмассовые медали? Я говорю, мужчина, вы откуда вообще упали? Какого хрена? Что за хрень вы несете? Какая пластмассовая медаль? Потом я понял, что я так понял, что там за сдвоенные какие-то на Рафиде эти выступления, ну где человек платит не полный взнос, а допустим еще дополнительно до пол взноса, им давали другие помельче медали. Ну конечно они не пластмассовые. Наверное они по сравнению вот с этой вот фигней, самой большой вообще за всю историю Тигра, какие давались медали, шикарные, ну просто они красивейшие, просто произведение искусства. Реально я пожалел, что первый раз я не заработал медаль. Я в прошлом году отказался сам, там вот из-за скандалов каких-то вот из этих. В этом году их не было, все было нормально, но в этом году я не заработал медаль, я баранку схватил бы. Я так понял, что это первая баранка за 11 лет. Ну вот, я извиняюсь, это я вообще тут, видимо я поболтать так люблю, я столько вам наговорил, но я просто вот хотел порассуждать, что движет людьми. Вот я сейчас буду проводить, для меня это стресс, я понимаю, что спасибо мне никто не скажет. Вообще я повторяюсь, хрен с ним, все. С вами была Палия Реформа, всем пока.